Не, ну вот, вот, вот сейчас я точно вернулся, вот, вот это, вот с этого видео всё будет нормально, вот, я точно вернусь в свой график, да, надеюсь, да, надеюсь, ой, короче, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейси, добро пожаловать в Италию, в карьеру, этот этап я ехал 1 января, это я вам точно помню, а сейчас на, вот, я сейчас записываю это видео 5 февраля, чтобы вы поняли, я тут вообще ничего не помню, какая была гонка, поэтому я сел, смонтировала по ходу монтажа, попытался вспомнить, что это была вообще за гонка, и, короче, я только увидел, что у нас был дождь, а значит, будет мега интересно, да, да, но в квалификации, как бы, аэродинамика 1-2 решает, поэтому в первом сегменте я первый, кто бы сомневался, во втором сегменте я, ну, как вы поняли, тоже первый, кто бы сомневался, ну, а третий сегмент вы сами посмотрите, и мы там поймем, какой я буду стартовать, да. Ну, короче, ничего не помню, надеюсь, что вы поддержите меня лайками, потому что я замечаю, что стримы делать выгодней, да, у меня все тут падает, стримы делать выгодней с точки зрения того, что обратной отдачи больше, просмотров больше, а значит, мне радости больше, а когда я делаю видео, то, ну, знаете, 5-6 лайков и 40 просмотров, это, ну, ай, какое себе на самом деле. Да, все у меня тут падает, короче, это видео такое, чисто вот вам показать карьеру и сказать, что, пожалуйста, поддержите меня лайком, пожалуйста, и просмотров, пожалуйста, тут накидайте, накидайте, потому что, ну, не очень-то и классно видеть, когда ты работаешь над этим видео полдня, допустим, и там только 40 просмотров и 5-6 лайков, ты понимаешь, что это нафиг никому не нужно, тогда ты, а когда ты подрубаешь стрим в 720p в 30 кадров, там собирается под сотню просмотров просто, и как-то, ну, ой, и становится как-то грустно, потому что ты понимаешь, что стримы делать для тебя менее трудно, начнем с этого, потому что тебе не надо, я там просто еду, и сразу же это записывается на YouTube, как видео, а тут мне надо это записать, смонтировать, озвучить, зарендерить, залить на YouTube, и вот все в таком духе, короче, вы поняли, что без вашей поддержки я, наверное, перестану делать видео, так что давайте поддержите меня, и тогда точно мы доедем третий сезон за Хас, это сделать точно надо, ну, а так, скоро начнется онборд, значит, будет, скорее всего, я буду делать видео по онборду, потому что стримы по онборду сделать мне как-то ссыко, потому что, ну, знаете, я увидела, как в Аоре у меня немного все подлагивало, и было как-то не очень-то классно. Ладно, возвращаемся к теме гран-при, я пока что ставлю прямо в жилищный пол, но меня перебывает Льюис Хэмилтон, а почему нету второй попытки? Да, потому что у нас под конец квалы пошел дождь. И на старт гонки у нас тоже дождь, и с первого ряда у нас отправятся два Мерседеса, Льюис Хэмилтон и Карл Сайнц. Дальше стартую я, Лэнс, трон на четвертой позиции, дальше Шарли Клер, Джордж Рассел, Лукас Вебер, Себастьян, Фетель Ланда, Дорис и Вальтери Ботт замыкают об десятку. Старт в дождь, длинный рывок к первому повороту, если учитывать то, что я сам по себе плохо стартую, если учитывать то, что у ботов есть трекшн, то как бы вы понимаете, что старт сейчас будет просто, мне будет так весело на старте, ууу, будет классно. Ладно, вы видите-ка, у меня аэродинамика, мы отправляемся стартовать, нас ждет 13 кругов по, скорее всего, полностью дождевой трассе, короче, погнали. Гассантаг не стартует Гран-при Италии, стартую я, но мое удивление сначала хорошо, но потом сразу меня начинает мотать по трассе, сразу я пропускаю два болида Альфа Ромео, но остаюсь сбоку бок с Джорджем Расселом, пытаюсь где-то найти место по внешней траектории и немного оттеснив его, я все-таки выхожу на четвертую строчку. Опять-таки, меня носит, не понимаю вообще, почему так, ну как бы, ладно, Рассел лезет меня атаковать, но я остаюсь на траектории, у него ничего не получается. Два Мерседеса ведут борьбу бок о бок, из-за этого Лэнд Троуд замедляется, думал сейчас где-то атаковать Лэнд Суастрола, решил атаковать его по внешней траектории. И, на мое удивление, это прошло удачно, и я вышел обратно на свою третью позицию. Тут я не очень-то красиво поступила, на самом деле у меня снова голос визжащий, да, потому что не знаю почему. Короче, ладно, поступил не очень красиво, немного закрыл ему траекторию, но ладно, опустим этот момент. Ну а мы продолжаем, у нас третья позиция, первый круг, и как-то надо решать вопросы с двумя Мерседесами, потому что я очень хочу выиграть в этом сезоне на Хайсе. Есть вот несколько гонок, где это можно сделать. Если вы слышите посторонние звуки, не обращайте, пожалуйста, внимания, просто у меня очень шумные вопросы. Ладно, короче, и несколько вариантов этого сделать, это было Италия, Бельгия и Сингапур. Бельгия был подиум, но не победа. Я даже забыл, какая там позиция была, господи, ай, прикольно. Ладно, тут посмотрим, надеюсь, что я смогу как-то тут победить. Но у нас еще есть Сингапур. Сингапур там надо будет решать за счет тактики, но мы посмотрим на повтор старта. Пока что у нас, как меня просто молтало с стороны в сторону, там нифига не видно всем, кто едет сзади. Там было три в ряд, не вижу, было ли там четыре в ряд, вроде не было. Но как бы два Мерседеса вели борьбу, и Сайнс пытался пройти Льюиса Хэмилтона, опять у меня все падает. Короче, ну, вы поняли. Сайнс на какой-то момент вышел вперед, но Льюис Хэмилтон не собирался сдаваться и вернул себе позицию. Дальше на третьем круге Лэнс Ролл пытается меня атаковать во первый поворот. Я его оттесняю как можно на внутреннюю траекторию, но это не очень-то у меня получается. И все-таки мы тормозим бок о бок, но за счет лучшего прохождения первого поворота я все-таки вышел на свою третью позицию обратно. И надеюсь, что там останусь. Ну, Лэнс Ролл думает по-другому, он думает как-то меня атаковать. А Джордж Рассел вообще не понимает, что тут происходит, и ломает себе крыло Лэнса Ролла. Просто Альфа Ромео портит себе гонку. Джордж Рассел, он сразу же едет на пит, это я вам тоже говорю. Он поехал на пит-стоп, и для него гонка просто заруинена. Ну, и еще он может заехать в очки, потому что у нас стоит что? Правильно, мод на реалистичный дамаг. А это что? Правильно, Италия. Вот так вот. Также у нас потом у Лэнса Ролла на следующем же круге возникли проблемы, и его прошел и Шарль Леклер, и Себастьян Феттель. И вообще он начал откатываться далеко назад. И Шарль Леклер начал меня уже тревожить по поводу моей третьей позиции. Мерседесы уже улетели куда-то в бесконечность, их уже не видно, их не догнать. Короче, борьба за третью позицию. Шарль Леклер пытается меня атаковать, но я оброняю, сдержу оборону. Ливи Себель там ставит лучший круг, а я выезжаю за пределы трассы. Из-за этого Леклер меня сразу же проходит. Но из-за того, что у меня один-два аэродинамика, я его быстро-быстро нагоняю. И все-таки оттормаживаюсь немного впереди него в первый поворот. Но все-таки я выхожу вперед, потому что боты, когда режу первый поворот, они очень-очень сильно замедляются. Из-за этого не очень-то классно получается для них. Потому что они думают, что они должны ехать только так. И как иначе, только по правилам. Только одним колесом задевая поребрик. Там вообще жестко так. Ну, а когда они оказываются всеми четырьмя колесами за пределами трассы, как бы у них получается такой стопор этакий, потому что они не понимают, что им делать и вообще теряются. Ну, а на шестом круге я снова выхожу плохо напрямую. И впереди у нас получается желтый флаг. Я пока что не понимаю, что там произошло. Но когда мы проходим... Да... Когда мы проходим в Аскаре, я вижу стоящего Льюиса Хэмилтона. Без колеса. И давайте же посмотрим на то, как Мерседесы обосрались. Да, это вот просто гениально. Вот Мерседесы, они просто молодцы. Вот... Ну, Сайенс полез атаковать Хэмилтона. Хэмилтон перетормозил. И этого не видно, но я это предчувствую. И, короче, когда Хэмилтон возвращался на Дрессу, как бы произошел... БАМ! Сайенс. Как бы ладно. У нас также сразу после этого сошел Серхио Перес. Очень важная информация. И на седьмом круге нам разрешают ДРС, и я сразу же ставлю софт на пит-стоп. И на этом круге буду заезжать в пит-ты. И уже почти весь плафон это будет делать, потому что на промежутках уже ехать некомфортно. Он перегревается, он уже не держит дорогу должным образом. И, конечно же, надо сразу же заезжать. И сразу надо действовать. В проигрыше остались два болида Альфа-Рмео. А вот в выигрыше у нас Вальтри Боттус, который единственный заехал на пит-стоп на этом круге. За слихом. Ну, ладно, Ликлер едет на еще один круг, я заезжаю на этом. Фетель как ракетка ко мне подъезжает, конечно же, потому что они гиперидеально оттормаживаются. Тут я решила использовать флешбек, типа... Ну, мне показалось, что это не честно. Ну, блин, ну, какого боты так хорошо оттормаживаются? Почему я так не могу сделать? Почему у них нету блокировок? Но все равно Фетель близко ко мне, я такой, типа, ну и пофиг тогда на тебя. Да ну с тобой, я поеду тогда один на пит-стоп. Ну и как бы заехал на пепель, обываемся на софт. Есть, конечно же, маленькая задержка, но все-таки я выезжаю впереди Фетеля, и это хорошо. Выехал я на позиции под номером 6, потому что передо мной прискочил Деван Батлер, который еще не заехал. Вы видите, она просто меня начинает носить. Эта трасса уже не подходит для промежутков, но еще рановато для сликов. Вот такая вот кондиция трассы сейчас. Но все-таки под конец круга я уже приспособился к этому комплекту, и прошел Батлера, потому что он никуда просто не едет. Ну а под этим у нас снова желтый флаг, снова что-то произошло, и как бы, ну, вы понимаете, что, как бы, Аскари у нас всегда, там, ничего неизбежно такого экстраординарного. Выезжаю, я, кстати, впереди Леклера на второй позиции, Фетель тоже выезжает впереди Леклера. Там, в Аскари, там был просто вылет за пределы трассы, и ничего особенного. Ну а потом у нас ходит Себастьян Фетель, и сразу же Луркас Вейбер. Просто гениально. Вейбер полезет ковать Фетеля, сломал ему колесо, сам вылетел за пределы трассы, и Леклер просто убил Вейбера. Гениально просто, это шедеврально просто, это... Я не понимаю, это... Это выглядело, по крайней мере, прикольно. После этого у нас выехала... Нет, не выехала, появилась виртуальная машина безопасности. Потому что я, видимо, СК уже точно не увижу. Хотя, патч 1.20 вышел. И надеюсь, что в Сингапуре у нас будет машина безопасности, наверное. Вот, сегодня 5 число. Я сегодня же проеду в Сингапур, и... Попытаюсь завтра записать видео. Также у нас, к сожалению, сошел вроде либо Ботас, либо Албан. Короче, какая-то история роса у нас сошла. На 12-м круге поставил... Круг. Вот так вот. Я просто летел, но до Сайнса было слишком далеко. И Сайнс на последнем круге у меня отбирает лучший круг. Я тоже еду с лучшими секторами. И надежда на лучший круг была, но она не получилась, да. Первый у нас доезжает Карлос Сайнс, который убил своего напарника. Который отжал таким образом победу. Просто гиперчестный. Вообще немало не... Какие-то теории заговора. Вообще победил чисто. Вообще в чистой борьбе. Вообще вырвал победу темпом, короче. Ну, на самом деле, Хэмилтон бы выиграл бы, потому что Хэмилтон Бот будет побыстрее, чем Бот Сайнса. Ну, а когда я смотрел ко сцену подиума, я увидел, что третьим приехал Антонио Дживенадс. Напоминаю, он вылетел вроде в первом сегменте. А Леклер стал четвертым. Вопрос, как за полсектора Дживенадс наверстал секунд десять? Ой, снова я поражаюсь этой игрой, потому что, ну, симуляция работает очень криво. Потому что у нас машина, да, уже по характеристикам лучше Феррари, но не настолько, чтобы за полсектора догонять десять секунд. Ой, короче, понятно. Радуемся, что у нас двойной подиум Хаса. Давайте, ставьте классы, поддержите это классом. А, у нас Леклера пять секунд, вот что. Тогда беру свои слова обратно к поводу этой игры. Дживенадс, возможно, именно из-за этого оказался третьим, потому что у Леклера даже не понял, за что. Пять секунд, скорее всего, за то, что он убил Вебера. У нас, да, Алекс Албан зашел, доехало 15 болидов. Надеюсь, в Сингапуре доедет меньше. Но это будет, надеюсь, на этой неделе. А, у нас по тактике никакого разнообразия. Мы ждем, пока у нас игра загрузится. У нас было несколько промежуток-промежуток. И да, Леклеру дали за убийство Вебера пять секунд. Ну, как бы, ладно. И в личном счете я прохожу уже Себес, я на тетле выхожу на седьмую строчку. Дживенадс остается на десятой строчке. И Леклер приходит Лукаса Вебера и выходит на позицию под номером пять в личном счете. У нас прям очень много изменений в конце пелотона. Но остается одно неизменно. Это двадцатая позиция Квята. Вот просто, ну, Квят, как в какой-то момент, не был последним. Но все-таки у него не очень-то получилось как-то выроснуть куда-то выше. В клубе конструкторов у нас Реной и Рейсинг Пойнт вдвоем проходят Торо Роса. Выходит на восьмую и девятую позицию, соответственно. Но ближайшие наши конкуренты за... По какой-то борьбе именно наши в Кубке конструкторов это только Вильямс. До них у нас примерно 40 очков. И, в принципе, до конца сезона, если Дживенадс будет ехать так же, как и сейчас, то можно будет попробовать как-то зацепиться за четвертое место в Кубке конструкторов. Но все равно я точно уйду из этой команды по окончанию сезона. И вообще не знаю, будет ли следующий сезон вообще. Потому что карьера начинает реально надоедать. И ее не сильно-то и хочется ехать. По обновлениям у нас 1600 ресурсов. Не знаю, куда их потратить. Вообще вот просто не знаю. Решил вложиться в ЕРС-ку. Но на топливо, к сожалению, мне не хватило. А знаете, сколько ресурсов? 7 ресурсов. Это просто... Это просто гениально. 7 ресурсов не хватает. Ты как бы... Ты протираешь один этап без обновлений. Вот просто гениально. Нам еще на следующий этап в Сингапур должны приехать сильное обновление шасси. Если они приедут, то это прям будет пушка-гонка. Наша машина будет просто доминатором. Будем всех там побеждать. Просто надеюсь. Ну а пока по характеристикам у нас, в принципе, все стабильно. Только у нас последние три команды, это Racing Point, Renault и Toro Rosso, пытаются подтянуться к болидам Red Bull. Но McLaren едет, можно сказать, в своей лиге и у них нет соперников ни впереди, ни сзади. Потому что слишком у них большой разрыв до Ferrari и до Red Bull. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.